Всем привет, на связи Мабу и сегодня мы посмотрим сколько же стоит реальная разработка мобильного приложения исходя из на одном из примеров калькулятора на примере калькулятора, который я нашел на одном из сайтов компании, которая предлагает Android разработку и посмотрим, например, давайте посчитаем, сколько будет стоить разработка приложения для интернет-магазинов и сколько будет стоить разработка приложения, допустим, какой-нибудь сервисного, по тому же прокату самокатов если обращаться в компанию и поймем, много ли стоит разработка Android приложения или цена абсолютно адекватна устраивайтесь поудобнее, мы начинаем если вы хотите стать Android разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца на этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео итак, во-первых, давайте выберем систему, под которую будем разрабатывать мобильное приложение Android мы Android разработчики, нас интересует только Android далее, еще раз напоминаю, мы с вами рассматриваем создание мобильного приложения для интернет-магазина или для доставки еды количество экранов будет явно больше 15, выбираем далее по поводу дизайна нам нужен прототип, будет сделан, мы же нормальное мобильное приложение хотим делать, да и кастомный дизайн то есть прототип какой-то существующий обычный, какой-то шаблонный дизайн или кастомный ну, раз мы готовим, делаем мобильное приложение, нужно делать все хорошо мы хотим, чтобы нам сделали наше уникальное мобильное приложение и по кастомному дизайну нам нужно, чтобы дизайнер нарисовал далее авторизация нам нужна по телефону, через соцсети и через e-mail, естественно чтобы пользователи могли авторизовываться на нашем мобильном приложении по-разному это очень удобно далее контент, какой у нас будет каталог и категория, это же интернет-магазин поиски и фильтрация, да мы хотим, теги будут обязательно, да мы также хотим рассказывать про наши новости профили пользователей, ну, небольшой, да, должен быть далее далее идем я надеюсь, с этим все понятно то, что я здесь делал контент профили пользователей это некоподобие аккаунта личного кабинета на мобильном приложении теги можно, чтобы было товарный тип определенным тегом в основном это как бы блок наш который мы будем вести на в мобильном приложении поиск фильтрации это поиск товаров по определенным параметрам по цветам по размерам по цене по сезонности каталог и категория собственно это и есть каталог наших товаров далее в принципе этого не нужно для интернет-магазина пропускаем далее социальный функционал обмен сообщениями поделиться в соцсетях обязательно уведомления да мы хотим что-то о чем-то об акциях различных рассказывать своим пользователям и обмен сообщениями да хотим администратору менеджеру что-то написать чтобы переговорить по поводу определенного товара да далее оплата оплата картой обязательно положить в корзину история покупок нам важна подписки планы подписки но не будем пока делать далее администрирование значит нам нужно веб интерфейс администратора для того чтобы наш менеджер мог заводить товары это очень важно обратная связь обязательно поддержка нескольких языков в принципе не важно не нужно статистика пользователя важно далее интеграция с сервисами не будем ну смс функционал будем поддерживать далее безопасность обязательно нужно защитить данные пользователя и дополнительно что-нибудь мы будем нет мы не будем ничего из этого дополнительным делать и смотрите что у нас получается У нас получается стоимость разработки нормального интернет-магазина с кастомным дизайном, с полным функционалом, который должен быть у каждого интернет-магазина или у сервиса по доставке еды, составляет 2 миллиона 216 тысяч рублей. Я хочу, чтобы вы запомнили эту сумму. А теперь давайте обновим сейчас страничку и представим, что мы хотим разработать сервис с вами по аренде самокатов. Android, под Android, далее, ну тут до 15 скорее всего экранов будет, далее, конечно кастомный дизайн нам нужен, у нас должно быть уникальное мобильное приложение, далее, авторизация, да, всякая авторизация должна быть, поиск должен быть, рейтинги различных самокатов можно сделать, возможно пользователь, от пользователя мы будем просить, во-первых, профиль должен быть, далее, вот здесь очень важно, локация, карты нужна, кастомные метки нужны, бронирование самокатов нужен, и календарь обязательно тоже нужен, далее, я думаю не нужно понимать, объяснять для чего это все нужно, да, ну, если вдруг, непонятно, еще раз расскажу, календарь забронировать самокат на определенную дату, бронирование, собственно сам функционал бронирования самоката, локация, карты и кастомные метки для того, чтобы мы могли найти нужный самокат на карте, далее, обмен сообщениями обязательно, поделиться в соцсетях и уведомления, да, обязательно нужны, далее, оплата, оплата картой, корзина не нужна, история, допустим, кстати, это вот уже покупки проката, ну, возможно, подписка какая-то будет нужна, далее, администрирование, опять же, веб-интерфейс, чтобы менеджер мог что-то менять в мобильном приложении, обратная связь, да, ну, все, в принципе, и далее, интеграция, скорее всего, у нас будет смс-функционал, и интеграция с каким-то сервисом мы будем делать, в любом случае, что-то будет из этого, далее, защита данных пользователя, обязательно, далее, здесь, работа с умными часами, скорее всего, ну, у нас такое, продвинуто мобильное приложение, поэтому мы, ну, всегда будем пользоваться, GPS, вот, с датчиком, будем, ну, и в целом, все, и это, это мобильное приложение уже будет стоить 2 миллиона 160 тысяч, то есть, какой мы можем сделать вывод, неважно, какое мобильное приложение разрабатывается, для бизнеса, для тот же интернет-магазин, либо сервис, какой-то, стоимость составит от 2 миллионов рублей, из чего, допустим, складывается стоимость вот эта, смотрите, разработка дизайна, примерно, норма часов, 90 часов, стоимость часа 1200, допустим, генерация, это минимальная, минимальные расценки, генерация экрана, приложение по утвержденному макету, что это такое, это верстка, 1200 рублей за час, 240 часов нужно, ну, просто, сумма у нас больше, потому что у нас более сложное мобильное приложение, которое будет требовать большего количества, здесь, самые минимальные значения указаны, проектирование архитектуры, 54 часа требуется в целом 1200 стоимость часа, настройка по гео, тестирование вот в эксплуатации, то есть тут относительные величины, но нужно понимать, что цены от компании, компании по разработке мобильного приложения разнятся, ну, то есть, если вот здесь стоит 2 миллиона 160 тысяч, это приложение, ну, фрилансеры это будет стоить в два раза меньше, примерно так, но все равно вы видите, что суммы очень значительные, а для малого бизнеса, это очень высокие суммы, и давайте вообще посмотрим, сколько будет стоить самое простенькое мобильное приложение, для того же салона красоты, без всяких наворотов, смотрите, под андроид, далее, дизайн, а количество экранов пусть до 7 будет, дизайн обычный, ничего особенного, авторизация, телефон, соцсети, e-mail, все-таки обязательно, из контента, что мы можем, нам нужно, каталог только, поиск, новости, скорее всего, далее, время, ну, тут бронирование, календарь, в принципе, по минималке, обмен сообщениями нужен, поделиться в сетях, уведомления нужны, далее, подписка не нужна, оплата карты, да, ну, больше, историю нужно покупок, да, администрирование, веб-интерфейс администратора, обязательно, апи дополнительно не нужно, и безопасность, только данные пользователя защиты, вот смотрите, сумма про самого простого мобильного приложения, миллион двести восемьдесят тысяч, у фрилансера примерно шестьсот тысяч рублей, то есть, вы видите, что стоимость мобильных приложений достаточно высокая, и почему она такая высокая, эта стоимость, об этом мы поговорим в следующем видео, то я хотел вам показать сегодня, что разработка мобильных приложений, она отличается от разработки очень многого количества простых продуктов, например, продуктов как сайты, да, то есть, разработка мобильного приложения требует применения большего усилия, требует использования большего количества часов на разработку, большее количество знаний и глубины погружения, и поэтому мобильное приложение является более сложным продуктом, В целом является очень сложным IT высокотехнологичным продуктом и поэтому оно стоит недешево и выбирая эту профессию андроид разработчика вы гарантируете себе стабильный высокий доход, высокий уровень компетенции, что приводит к высокому уровню жизни. А на сегодня это все, что я вам хотел рассказать, с вами был проект Мабу, до встречи на следующих эфирах, в следующий раз мы поговорим с вами, почему мобильная разработка, все-таки более детально поговорим, почему она стоит так дорого.